Новости на федеральных каналах про замерзший Кольский залив оказались, мягко говоря, преувеличенными. Залив не замерз, однако в нем действительно появились отдельно плавающие льдины. Опасны ли они и для судов, рассказали представители Мурманского гидромедцентра и сотрудники ГИМС. По словам синоптиков, таких кратковременных морозов для замерзания Кольского залива недостаточно. Чтобы подогреваемый гольфстримом водоем встал окончательно, нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха ниже 22 градусов продержалась не менее полутора недель. Сейчас же морозы стоят всего трое суток. В последний раз Кольский залив замерзал в 98-99 годах прошлого века. В настоящее время дрейфующий лед, то есть лед, который перемещается по заливу, наблюдается только в южном колене Кольского залива. Толщина этого льда не превышает 5 сантиметров. То есть он не представляет урозы ни для судоходства, ни для каких бы то ни было операций, которые проводятся на акватории Кольского залива. В центральном и северном колене Кольского залива льда нет. Единственные, кто может пострадать, если морозы продолжатся и начнется ледостав, владельцы маломерных судов. Им на этот период запрещается выходить в акваторию залива постановлением правительства. За соблюдением запрета следит инспекция маломерных судов. По нашим сведениям, на данный момент обстановка абсолютно нормальная для этого времени года. То есть не представляет из себя никакой опасности ни для маломерных судов, ни для людей, находящихся на водоемах. Как уже отметил начальник гидрометеоцентра, у нас абсолютно нормальная обстановка. То есть дрейфующий лед – это нормальное явление. Таким образом, сообщения о замерзании Кольского залива далеки от действительности. А дрейфующий лед, вполне вероятно, тоже скоро исчезнет. Заполярная погода взяла курс на потепление. Образование льда прекратится, а уже появившиеся льдины унесет взбаренцево море.